Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости, в студии Екатерина Сегида. И вот главная тема, о которых расскажем в этом выпуске. В Краевой Думе уточнили параметры бюджета, на что направят средства. В Ставрополе прошла ярмарка вакансий. Как это поможет студентам найти работу? Уголовное причудо, чем мужчина из Ставрополя пугает женщин и детей. И успех каждого ребенка в поселке Нижнезольском ремонтируют спортзал, что готовят для школьников. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Пятигорске продолжают благоустройство курортной зоны. До конца года работы планируют завершить на семи улицах, а также на проспекте Кирова до улицы Дзержинского и сквера Деды. Ход благоустройства во время рабочей поездки проверил губернатор Владимир Владимиров. Глава края отметил важность популяризации истории Пятигорска, в том числе за счет создания связанных с ним арт-объектов и малых архитектурных форм. Проект готовят по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. Интеллигенция, самая знаменитая Российской империи, Советского Союза, сегодня Россия, здесь гуляла, здесь вдохновлялась, здесь создавала лучшие рассказы, поэмы, и здесь развивалась. Здесь Шаляпин пел, то есть тут большая история, чтобы человек это почувствовал, здесь должно быть, знаете, чисто, красиво, зелено и понятно, где ты находишься. В Пятигорске Владимиров проследил из-за подготовки к открытию регионального информационного центра ТАСС. Первая такая информплощадка в Край заработала с февраля этого года в Ставрополе. Бюджет Ставрополя вышел на рекорд. Впервые его объем превысил 215 миллиардов рублей. На заседании Краевой Думы депутаты поддержали внесенный губернатором законопроект о корректировке главного финансового документа региона на этот год. Доходы Краевой Казны выросли почти на 7,5 миллиардов рублей, расходы на 10,5. Куда пойдут дополнительные средства, выяснила Кира Мартынова. В прошлом году мы говорили о том, что 200 миллиардов рублей для Краевого бюджета это был рекорд. Но теперь каждая последующая корректировка бюджета это опять рекордная цифра как по расходам, так и по доходам. Так, после этого заседания расходы Краевой Казны превысят 215 миллиардов рублей, плюсом почти 10,5. На эту же сумму предлагают скорректировать графу доходов. Она состоит из трех позиций. Уточняются цели направления остатков, которые сложились на начало года. Это более трех миллиардов рублей. Более двух миллиардов рублей это целевая финансовая помощь из Российской Федерации. 14 направлений и, соответственно, остальные почти 5 миллиардов рублей это средства налоговые, неналоговые доходы, которые собираются с территории Ставропольского края. Прогноз поступления до конца года позволяет сделать именно такие предложения. Бюджет сохраняет социальную направленность. Базовый сценарий зарплаты, соцвыплаты и СВО, который закладывался на этот год, будет гарантированно исполнен. 955 миллионов дополнительно выделены на региональное здравоохранение. Это улучшение материально-технической базы учреждений, спецвыплаты медперсоналу первичного звена в малых городах и селах. Хочу отметить, что губернатор принял решение, депутаты поддержали сегодня на заседании Думы о выделении более 83 миллионов рублей для приобретения специального оборудования в лечебно-реабилитационный центр, расположенный в городе Ставрополь, где будут проходить реабилитацию в том числе и наши воины, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. 2 миллиарда рублей плюсом получит Краевой дорожный фонд. Мы начинали дорожный фонд этого года с 14 миллиардов рублей на сегодняшний день, в середине года. Он составляет 21,5 миллиарда. Это, естественно, рекордная цифра, которая даже по отношению прошлых лет, которая была предназначена в Дорожном фонде Ставропольского края. И, естественно, больший объем, более 60% будет направлен на муниципальное образование. Протяженность муниципальных дорог, которая будет приведена в нормативное состояние в 2024 году, составит более 500 километров. Приоритетный вопрос для региона – обеспечение питьевой водой. На модернизацию коммунальной инфраструктуры направят больше миллиарда рублей. 18 объектов, дополнительно добавленные через бюджет Ставропольского края. Это проектирование, проектирование в достаточно большом объеме территории Ставропольского края – Шпаковский, Грачевский, Придгорный район, Новосельский район и так далее. Мы, в соответствии с принятыми решениями, должны до конца текущего года проектно-осметную документацию разработать. Ну и в дальнейшем, конечно, будем смотреть возможность реализации через строительно-монтажные работы. Почти 30 миллионов рублей получает отрасль культура. В первую очередь, конечно же, что для нас очень важно – это на материально-техническую базу наших учреждений. Например, на приобретение кресел в Дом культуры «Спутник» Турновского округа, на ремонт сокольного этажа Дома культуры села Спицевка в Грачевском округе, на ремонт части кровли в селе, в Доме культуры села Орловка Кировского округа. Также выделены средства на оформление наших интерьеров в краевой филармонии. Кроме того, дополнительные средства получила сфера образования. Деньги пойдут на строительство трех школ, зарплаты педагогам в детских садах. 160 миллионов добавили на выплаты многодетным семьям. Все это, конечно, даст нам толчок в развитии Ставропольского края, территорий. Ну и отдельной строкой идет, конечно, дополнительные средства по инфекционной привлекаемости. То есть на инвестиции те, которые будут заходить на территорию Ставропольского края. В целом, хочу сказать, что стабильность в крае за последние годы, она присутствует, и край набирает, ну, наверное, такое планомерное, равномерное возрастание по вертикали. Всего на заседании депутаты рассмотрели 15 вопросов, в том числе касающиеся обеспечения жильем детей-сироты поддержки социально ориентированных НКО. Кира Мартынова и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. На Ставрополе подвели итоги основного этапа ЕГЭ. Госэкзамен в этом году сдали около 10 тысяч выпускников. Заветные 100 баллов по ЕГЭ получили более 90 жителей региона. Единый государственный экзамен – это важный период жизни наших детей, наших родителей. И в этом году данная кампания у нас прошла в штатном режиме. У нас работало 94 пункта проведения экзамена для 11-классников, которые сдавали ЕГЭ, и 241 пункт проведения экзамена для 9-классников. Также, как и в предыдущем году, в 10 часов начинался экзамен. Через интернет мы получали экзаменационные работы, которые было нужно, необходимо распечатать в аудитории перед детьми. Значительно возросло количество высокобальных работ по математике, физике и химии. Увеличилось и число медалистов, с отличием окончивших школу. Так, в этом году где-то около 1400 детей должны получить медаль первой степени, или золотую, как у нас принято называть. И около 500 детей получат медаль серебряную второй степени. Эта практика введена только с 2024 года, и она абсолютно верна. Инициатива, поддержанная Министерством просвещения, работает на благо наших детей. Экзамены позади, можно и отдохнуть, однако период отпусков и каникул проходит спокойно не для всех. Уже несколько лет к ряду госавтоинспекция Ставрополя фиксирует рост количества ДТП в первый месяц лета. Одна из основных причин – сон за рулем. Многие жители, пренебрегая отдыхом сразу после рабочей недели, отправляются в автопутешествия. Для профилактики сонных ДТП в регионе проводятся профилактические мероприятия с участием дорожных инспекторов и медработников. Мы, естественно, проводим профилактические мероприятия уже с мая месяца и до сентября. Это мероприятие «Сон за рулем». Первая очередная задача которой – предупредить ДТП по причине усталости и сна за рулем. Как правило, с пятницы по понедельник проводятся уже ставшие традиционные профилактические операции «нетрезвый водитель», связанные с удалением с проезжей части таких водителей, которые осознанно садятся за руль в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и могут совершить ДТП с тяжкими последствиями. И в продолжении темы происшествий. В Георгиевске на ходу загорелась легковушка. 20-летний водитель попытался остановиться, свернул на парковку и выскочил из машины, но парень все равно обгорел. Сейчас он в больнице. К приезду пожарных автомобиль выгорел полностью. Среди версий возгорания – техническая неисправность электропроводки. Проводится проверка. О других ЧП в оперативной сводке. Уголовное причудо. В Ставрополе замечен мужчина, который разгуливает с расстегнутой ширинкой. Очевидцы говорят, что он демонстрирует себя женщинам и детям. Так на камеру видеонаблюдения попала поездка злоумышленника в лифте с девушкой и маленьким ребенком. К счастью, люди отделались испугом. Героям дня уже заинтересовались сотрудники Краевого следкома. Возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий в присутствии малолетнего. Брат брата. В Нефтекумском округе родственники длительное время враждовали. Во время очередного скандала между двоюродными братьями один взял оружие и больше десяти раз выстрелил в оппонента. Пострадавший упал на землю, а злоумышленник скрылся. Раненого нашел родной брат и отвез в больницу. Мужчина жив. А подозреваемый сам сдался полиции. Как сообщили в Краевом следкоме, мужчину суд приговорил к семи годам колонии строгого режима. Невольный поставщик в полицию Новоселецкого округа женщина заявила о пропаже металла. Оперативники вышли на след 35-летнего мужчины. Он сознался, что присмотрел в чужом огороде железо и, зная, что хозяйка долго в отъезде, наведывался в гости. За неделю мужчина забрал полтонны металлолома, сдал в пункт приема, а деньги потратил. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Это была только первая часть выпуска. Впереди еще есть интересные новости. Будьте с нами. В Ставрополе прошла ярмарка вакансий. Как это поможет студентам найти работу? Успех каждого ребенка в поселке Нижний Зольском ремонтируют в спортзал, что готовят для школьников. И поединок на ринге, когда ставропольский боксер сразится с чемпионом Международной Федерации бокса. Избирательная комиссия Ставропольского края. Готует прием документов для регистрации кандидата. Предвыборная компания, она в общем-то как раз и вскрывает те моменты, которые нужно исправлять. И каждая предвыборная компания, она как раз и есть возможность внимательно всем посмотреть, что вокруг происходит. При общении с людьми, при встрече с депутатами. Напомним, выборы губернатора Ставропольского края пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Идем дальше. В Ставрополе прошла ярмарка вакансий «Лето возможностей». Студенты вузов лично от работодателя узнали о нюансах интересующей профессии и оставили заявку на трудоустройство. Какие трудности у студентов при поиске работы и как их обойти? Ответы узнал Илья Белозеров. Трудоустройство в студенческие годы – дело не из легких. Образования и опыта пока нет, но деньги на карманные расходы не помешали бы. Своё ТВ организовало ярмарку вакансий «Лето возможностей». Идея проекта принадлежит студенту, который прошел практику в нашей телекомпании. Это ярмарка вакансий и не только шанс на летнюю подработку, но и место, где вы можете показать, на что способны. Здесь собрались компании, которые ищут молодых и активных, как мы с вами. И они готовы дать шанс каждому, кто хочет учиться и расти. Студенты встретились с работодателями лично, задали вопросы и узнали о нюансах интересующей профессии. Мероприятие провели при поддержке Ставропольского центра предпринимательства. В апреле текущего года мы проводили уже ярмарку вакансий в городе Ставрополь. Она проходила в рамках мероприятия более 300 работодателей приняли участие. И более 8 тысяч соискателей заполнили резюме на вакантные места. Ну и по итогу более тысячи человек нашли свою работу. Студенты заполнили заявки на трудоустройство. Нашей съемочной группе рассказали о трудностях в поиске работы, когда учишься в ВУЗе. Если очное, вот здесь уже возникают проблемы, потому что большую часть времени занимает обучение. И получается, ты делаешь выбор, либо учиться, либо работать. И поэтому такие мероприятия, как это, когда у подавляющее большинство студентов есть два месяца времени. В центре занятости нам дали совет. Важно не стесняться стучаться в дверь и уметь показать себя. Студенты – это наше все. Это наша надежда, опора. Это та прослойка населения, в которой нуждаются все работодатели, практически все работодатели. Студенты – это те люди, которые молодые, амбициозные, энергичные, полны идей, полны энтузиазма. Это очень хорошие сотрудники. Тем более, что их можно наполнять знаниями, опытом. Уверены, что каждый студент сможет найти работу мечты. Илья Белозеров и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Своё ТВ вновь станет участником престижного всероссийского конкурса «Тэфи-регион». Сразу 10 заявок на разные номинации отправил наш телеканал. На суд профессионального жюри представят проекты «Обозрение», «У меня есть голос», «Свои рядом», информационные программы и имиджевые заставки «Ставропольские котики и слоники». Народный фильм «Южные стражи» попробует свои силы в трех номинациях. «Лучшая операторская работа», «Лучший фильм» и «Специальный проект». А мой коллега-ведущий Роман Выстроп поборется за статуэтку «Тэфи» со своим аватаром, романом цифровым, созданным нейросетью. Результаты узнаем уже этой осенью. Полуфинал конкурса пройдет в Твери, а финал в городе Туле. Болеем за наших. В Кисловодске начали закупать медицинское оборудование для нового корпуса городской больницы. В учреждении будут работать аппараты МРТ, КТ и ангиограф. Также оснастят реанимационные и операционные палаты. Корпус медучреждения готовь уже на 90%. Работы проводят по программе развития СКФО. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В селе Красном капитально ремонтируют четвертую школу. Сейчас здание обновляет коммуникации, проводят отделку в помещениях, меняют окна и двери, сообщили в региональном министерстве образования. Позже приведут в порядок прилегающую территорию. Работы проводят по программе модернизации школьных систем образования. В летней ставке завершается благоустройство нового парка. Там обустроили игровые площадки для детей и зоны отдыха с навесами, сообщили в региональном Миндоре. Также на территории пространства установили светильники и инсталляцию с детским лабиринтом. Работы проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Завершить благоустройство планируют 8 июля. В 19-й школе поселка Нижнезольского продолжается капитальный ремонт спортзала. Уже провели демонтажные работы. Сейчас меняют полы, красят стены и потолок, обновляют инженерные коммуникации. Также в спортзал закупят инвентарь, сообщили в региональном Министерстве образования. Ремонт проводят по краевому проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Пятигорский боксер Давид Ованисян проведет очередной поединок. Уже 13 июля Ставрополец сразится против чемпиона Международной федерации бокса Джейрона Эниса. 26-летний американец впервые будет защищать титул. Кстати, Энис должен был драться в Штатах против обязательного претендента Коди Кроули, но он снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Теперь чемпиону придется встретиться на ринге с 35-летним бойцом из Пятигорска, который владел поясом Европейской Федерации и был временным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации. Идем дальше. Региональный центр выявления поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставрополья «Сириус-26» принял школьников на профильной смене журналистика. Будущим коллегам провели экскурсию на телеканале «Свое ТВ». Учащиеся восьмых-десятых классов узнали, как устроено телевидение, познакомились с большой командой, стоящей за кадром, а еще попробовали себя в роли ведущих прогноза погоды и корреспондентов. Юные журналисты даже сняли сюжет. Всем привет! С вами Ангелина Макарова и сегодня мы находимся на телеканале «Свое ТВ». Поговорив с конусом, моя коллега не нашла никакого решения данной проблемы. Продолжу заниматься этим я. Это были все новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте stv24.tv. Заходите, там интересно. И напоминаю, мы ждем ваши вопросы на наш номер и рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Впереди Алексей Форсиков с прогнозом погоды, а я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго! Здравствуйте, друзья! Прогноз погоды на пятницу, 28 июня. Главная новость на Ставрополе без осадков. И неглавная новость – вернулась жара. В центральной территории края жарко в Невиномыске, изобильном Минводах, плюс 28, ветер 3-4 метра в секунду, без осадков. Комфортная температура в Ставрополе, всего плюс 24, и ветерок 4 метра в секунду, и также без осадков. Световой день 15 часов 37 минут, все еще. Кавминводы – хорошая погода, днем в Пятигорске плюс 26, в Железноводке и Сенуке – 25, и в Кисловодске – всего плюс 22. На курортах также облачно с прояснениями и без осадков. Восток края, вот тут опять жарко, до плюс 30, в Нефтекумске и Бодюновске также облачно с прояснениями, и ветер 3 метра в секунду. Север – Епатровая и Дивная, днем плюс 27, также облачно с прояснениями, и ветер до 5 метров в секунду. На сегодня о погоде все. Увидимся!